привет я юля и это мой канал про путешествия сегодня я расскажу куда можно полететь прямым рейсом из минска разберемся в актуальных правилах въезда и сравним цены на жилье и перелет и как мне кажется сентябрь октябрь прям идеальное время для отпусков когда уже не так много людей как было летом когда у школьников и студентов были каникулы все интересно оставайтесь а в описании будут тайм-коды так что если интересна конкретная страна переходите прямо сейчас кроме коронавируса с перелетами из минска сейчас есть одна большая проблема полагаю что в основном не смотрят белорусы но для тех кто не знает 23 мая 2021 года белорусские власти посадили самолет который пролетал над белоруссию исследовал за финн вильнес чтобы задержать сооснователя оппозиционного телеграм-канала романа протасевича и проблема в том что после этого страны начали закрывать авиасообщение с белоруссию и даже свое воздушное пространство от белорусских самолетов есть довольно известный но для тех кто не знает я оставлю ссылку в описании со всей информацией поэтому сегодня разберем какие для белорусов остались направления я стараюсь менять все локации для съемок в квартире поэтому напишите в комментариях как вам это первое самое очевидное и самое недорогое это россия перелет в москву и обратно голове и стоит от 90 евро кстати абсолютно не бойтесь летать с одной ручной платью туда можно вместить вещей даже на две недели особенно если это теплый сезон жилье на неделю в рамках трех километров от центр москвы обойдется вам от 24 евро если это хостел или от 78 если это отель с завтраком и еще одно направление куда белавиа только недавно запустила самолеты это питер перелет обойдется от 100 евро а жилье на неделю от 20 евро в хостеле либо 86 в отеле с завтраком и россия это самая недорогая опция из тех про которые я буду рассказывать если вы уже хотите куда-то поехать хотя я уверена что многие белорусы не были даже ни разу в москве либо в питере а там на самом деле есть что посмотреть визы в россии не нужны так как у нас союзное государство а по коронавирусным правилам можно летать на самолете либо на поезде без подтверждения каких-либо оснований но это обязательно должен быть рейс прямо из белоруссии в россию без пересадок для поездки в россию необходимо установить телефон приложение путешествий с ковид-19 за три дня до поездки нужно сдать пцр-тест в лабораториях которые перечислены в этом приложении и результат этого теста должен быть отрицательным и он должен быть в этом приложении при этом вакцинация даже российской вакцины спутник 2 либо перенесение коронавируса не спасут вас от сдачи пцр-теста следующее тоже довольно популярное направление это грузия и тут есть на выбор три города это батуми если вы хотите полететь на море билиси если вы хотите посмотреть старый город и горы или можете полететь куда иси и возможно повторить наш маршрут который я рассказываю в батуми перелет вам обойдется от двух ста семидесяти евро жилье на неделю там обойдется от 16 евро за хостел либо от 74 за отель и завтраком велись и билеты немного дешевле цена стартует от 200 евро за обратно жилье на неделю тоже быть немного бюджетнее чем в батуми это от 15 евро за хостел или от 72 за отель завтраком и еще более дешевый перелет в кутаиси его цены начинаются от 190 евро за билеты туда-обратно но жилье стоит от 18 евро за хостел или от 90 евро за отель это на неделю что касается правил въезда подробно я о них рассказывала в отдельном видео но будет это либо тут и в описании но если кратко то у белорусы в грузии могут находиться до года без какой-либо визы причем там есть такой лайфхак что можно выехать из грузии приехать обратно и этот срок начинается заново по коронавирусным ограничениям если вы привиты для этого подходит любая вакцина в том числе спутник V то карантин и пцр тесты не нужны следующее направление это турция белорусы из мимска летает только в стамбул но если вы готовы потратить немного больше и хотите более необычную поездку то тут еще лайнс из стамбула летают другие города турции и это не говоря про аренду машины билеты туда-обратно стоят от 360 евро у белавиа также летает джорджон айрлайнс но немного дороже вот уж не думала что будет сравнивать цены авиаперевозчиков и белавиа будет выигрывать кстати в тбилиси тоже летают джорджон айрлайнс дороже чем белавиа стоимость жилья в стамбуле стартует от 30 евро за хостел и от 96 за отель с завтраком и это на неделю по визовым правилам турции граждане белоруссии освобождены от визы на поездки до 30 дней но не более 90 в году а вот с ковидными правилами в турции оказалось прямо сложнее потому что есть много сайтов туроператоров авиаперевозчиков просто новостных сайтов с описанием требований однако как я уже говорила доверять стоит именно официальным источником и случае с турцией на официальных сайтах минздрава миды мвд министерства культуры и туризма не на русском не на английском не на турецком не было четкого списка требований и ограничений по въезду туристов чтобы вы понимали в турции даже есть агентство по продвижению и развитию туризма однако даже на этом сайте нету четкого перечня требований такой ситуации мы проверяем те источники которые есть и выбираем из них самые релевантные достоверные и актуальные я собрала информацию из первоисточников так как некоторые акты все-таки удалось найти а также информацию социальных сайтов посольств консульств и туроператоров такой информации тоже можно доверять но осторожно обязательно проверять дату публикации и выбирать самые свежие данные перейдем к самим требованиям для въезда если вы не вакцинированы и не переболели коронавирусом то за 72 часа до въезда вам нужно сдать пцр тест либо за 48 часов до въезда сдать антиген тест на коронавирус как считать эти 72 48 часов я рассказывала в видео про коронавирусные происшествия вот можете посмотреть его здесь здесь если вы вакцинированы то нужно будет предоставить сертификат о вакцинации подходит для этого любая вакцина но с последней дозы должно пройти минимум 14 дней если вы переболели коронавирусом то подойдет справка на английском языке о том что вы переболели и для цели въезда подойдет только если вы переболели в течение 6 месяцев перед поездкой карантин по умолчанию соблюдать не нужно но есть список таких опасных стран которых если вы были последние 14 дней или прилетаете из этих стран нужно будет соблюдать 10 либо 14 дней карантина и даже и вакцинации вам могут быть обязательны пцр тест сейчас это бразилия юар пакистан непал индия и шри-ландка и последнее требование до въезда в турцию обязательно нужно заполнить анкету туриста она есть онлайн и ссылку на нее я оставлю в описании при этом по разным источникам эту анкету либо достаточно сохранить на телефон после заполнения либо обязательно распечатать так чтобы с одной стороны был вариант на английском языке с другой стороны на турецком я в такой ситуации стараюсь придерживаться более строгих требований то есть я бы если поехала печатала будет анкета по результатам заполнения анкеты вам будет присвоен HES код который с 15 марта 2021 года обязательно нужно предоставлять перед входом во все общественные места и даже после соблюдения всех этих требований вами в аэропорту в стамбуле проводятся рандомные проверки где вам могут проверить температуру и потребовать сдать пцр тест еще раз я оставлю ссылку в описании про то как эти проверки проводятся и кстати я только в этом году узнала что именно на территории турции находится гора арарат они в армении как мне казалось а про армению и еще два направления куда можно полететь прямым рейсом из беларуси я расскажу в следующем видео поэтому подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик чтобы его не пропустить также не забывайте ставить лайк если это видео вам понравилось а я желаю вам приятных и беспроблемных путешествий пока не забывайте ставить лайк если вы не хотите ставить лайк если вы не пропустите лайк если вы хотите ставить лайк сразу